Сложил полномочия. Избранный депутатом Госдумы Сергей Коткин покинет пост депутата окружного парламента. На создание собственного бизнеса в регионе продолжается прием заявок на конкурс грантов. Не менее пяти концессий Минстрой требует от регионов передать в частное управление объекты ЖКХ и энергетики. С главными событиями к этому часу в студии Ирина Цепетова. Депутат окружного собрания Сергей Коткин досрочно прекращает свои полномочия в законодательном органе субъекта. Заявление парламентария в окружной парламент поступило в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Согласно состоявшимся 18 сентября выборам, Сергей Коткин, получивший наибольшее число голосов избирателей, признан избранным депутатом Госдумы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 221. В соответствии с федеральным законодательством депутат Государственной Думы не может быть депутатом законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, выборным должностным лицом государственной власти или органом местного самоуправления замещать иную государственную должность. В связи с поступившим заявлением депутаты рекомендовали вынести на рассмотрение сессии проект постановления о прекращении полномочия депутата Собрания депутатов Ненецкого округа Сергея Коткина с 23 сентября 2016 года. До конца года Минстрой России ждет от регионов не менее пяти концессий в сфере ЖКХ. Такой целевой ориентир сегодня поставлен и перед Ненецким округом. Работы по привлечению инвестиций коммерческих структур в энергетический и коммунальный сектор экономики округа на условиях консессионных соглашений ведет департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ. Иными словами, речь идет о передаче объектов энергетики и коммунального хозяйства в управление внебюджетных организаций. Привлечение коммерческих структур в сферу ЖКХ и энергетического комплекса позволит снизить затраты бюджета на содержание объектов энергетики и коммунального хозяйства, а также уменьшить размер тарифов за предоставленные коммунальные услуги и повысить качество предлагаемых услуг потребителям. Есть в концессии еще один заметный плюс для бюджета. Это приведет к уменьшению субсидий на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры, а также к уменьшению субсидий на возмещение недополученных доходов. Работа ведется в частности по передаче в частное управление дизельной электростанции деревни Макара, деревни Куя, Устья, Амдерма, системы теплоснабжения поселка Амдерма, системы водоснабжения поселка Амдерма, котельные, центр архитического туризма, блочно-модульные плодоподготовительные установки на территории муниципального образования Заполярного района. В соответствии с федеральным законом, решение о передаче в концессию может быть принято только собственникам этих объектов, то есть Заполярным районом. По словам главы администрации района Олега Холодова, некоторыми объектами ЖКХ и энергетики в населенных пунктах региона заинтересовалось общество с ограниченной ответственностью МК-сервис. Сейчас пока удалось достичь соглашения только по электростанциям Устья и Куи. То есть тут мы согласны и они согласны, так что вот это направление сейчас будем практически реализовывать. То есть вот просто принципиальное согласие было достигнуто позавчера. Устья и Куя без Макарова. Без Макарова, потому что опять-таки про Макарова мы не согласовали, поскольку у нас там есть перспективные планы использования, ну реконструкция этой дизельной электростанции, переход на более дешёвое топливо-василковское. Поэтому мы уже туда начали вкладываться, в эту модернизацию, поэтому мы и оставили пока её за собой. В вопросе передачи объектов энергетики и коммунального хозяйства в управление частных рук Заполярный район ведёт себя крайне осмотрительно. Ведь от этого, по словам Олега Холодова, зависит безопасность, тепло- и электроснабжение населения. А между тем, передача этих объектов в концессию – требование Минстроя. До конца года ведомство ждёт от регионов не менее пяти концессий в ЖКХ. По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса, действующие концессии показывают рост эффективности коммунальных предприятий, снижается число аварий и претензий потребителей. При этом государство экономит деньги, так как бюджетные дотации замещаются частным капиталом. По каждому поселению подготовьте эти проекты и отдайте их в свободный доступ. А при еще мы их отдавать, мы давайте в своем месте отработаем механизм страховки, чтобы это был не предприниматель печати с уставом, а чтобы это были какие-то основные, чтобы это был уставный капитал. То есть механизм страховки придумать можно. По поручению главы региона до 30 сентября Заполярный район опубликуют в свободном доступе перечень объектов ЖКХ и энергетики, которые могут быть переданы в концессию. Такой же список региональной власти будут ждать и от мэрии города. Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Коткино появится первая в регионе ферма с беспривезным содержанием коров. На сегодня до иноста до СПК РК «Сула» составляет 138 коров. С начала 2016 года хозяйство реализовало более 416 тонн молока. За каждый литр реализованной продукции СПК получила поддержку из окружной казны в виде субсидий на общую сумму 36 миллионов рублей. Такой вид финансовой поддержки сельхозпредприятия, как субсидии из окружного бюджета на единицу реализованной продукции, позволил значительно увеличить прибыль сельхозпредприятия и направить свободные средства на улучшение собственной технической базы. Молочная ферма, строительство которой сейчас идет в селе Коткино, станет первой в Неницком округе с беспривезным содержанием коров. Об этом сообщают в Департаменте природных ресурсов, экологии АПК «Нао». Как поясняют специалисты ведомствам, доказано на практике, что такая технология позволяет увеличить удой с каждой коровы, не меняя объемы суточного кормления. Животные будут свободно передвигаться на специальных площадках, а процесс дойки будет происходить в отдельном доильном зале. Сейчас в завершающей стадии находится строительство самого здания. Руководство СПК РК «СУЛА» решает вопрос о закупке и доставке необходимого оборудования. Как пояснил руководитель хозяйства Алексей Коткин, в новой ферме помимо коров предполагается содержать и телят. Общая площадь постройки составляет около 4000 квадратных метров. Площадь молочного блока – 540 квадратных метров. Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого округа продолжает прием заявок на конкурс грантов. Предполагается, что конкурс станет последним в этом году. Условия его остаются неизменными. Грант в размере 500 тысяч рублей смогут получить начинающие предприниматели региона на создание собственного бизнеса. Общий фонд конкурса – 4 миллиона рублей. То есть выиграть грант смогут 8 предпринимателей. Деятельность предпринимателей должен осуществлять не более года. И приоритетные направления – это сельскохозяйство, сфера услуг, обрабатывающие производства. В принципе, там спектр довольно-таки большой. 13 направлений приоритетных, по которым мы предоставляем гранты. Я просто назвала те, особенно которые интересны по нашему региону. По словам Ирины Тихомировой, предполагается, что этот конкурс грантов станет последним в этом году. Прием заявок продлится до 30 сентября включительно. Пока в фонд поддержки предпринимательства не поступила ни одна заявка. Специалисты фонда консультируют начинающих предпринимателей, рассматривают бизнес-планы. По улице Яралова с участком между проездом Песчаной и улицей Дружбы. В микрорайоне «Факел» появится новая дорога. В микрорайоне «Факел» построят новую автодорогу и выполнят реконструкцию действующей. Соответствующее решение было принято в ходе заседания администрации округа. Речь идет о предоставлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений на реконструкцию автомобильной дороги переулка Озерный, а также строительстве автомобильной дороги по улице Яралова с участком между проездом Песчаной и улицей Дружбы. Реконструкцию автомобильной дороги в переулке Озерный планируется выполнить в период с 2017 по 2019 годы. После завершения работы длина дороги составит 1124 метра. В рамках реализации проекта предполагается осуществить строительство участка автодороги, выполнить устройство тротуаров шириной 3 метра. Ширина проезжей части составит 8 метров. В качестве вида покрытия определен асфальтобетон. Новую автодорогу по улице Яралова с участком между проездом Песчаной и улицей Дружбы планируется построить за два года – 2017-2018. Протяженность двухполосной дороги составит 1011 метров. Тип покрытия – также асфальтобетон. Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться за счет средств, предусмотренных региональной государственной программой развития транспортной системы Нинецкого округа. Реализация данного проекта необходима для обеспечения микрорайона в районе Факел искателей транспортной инфраструктурой в рамках окружного закона 95-го. После окончания строительства данных дорог планируется передать городское поселение рабочих поселок искателей, то есть она будет являться автодорогой общего пользования. Как пояснили в Департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, строительство и реконструкция автодорог в микрорайоне Факел позволит обеспечить земельные участки, предназначенные в том числе и для многодетных семей, удобной и безопасной транспортной инфраструктурой, отвечающей современным требованиям и стандартам. Чистые берега столицы округа решили подарить ученики городских школ номер 1, 3, 4, 7 и Нинецкой школы имени Пырерки. Они собрались, чтобы очистить берега вдоль Печоры от мусора и отходов потребления и производства. А как тебя зовут? Виолетта. Виолетта, а что ты делаешь сейчас? Собираю мусор для акции «Чистые берега». А что это вообще за акция? Расскажи, пожалуйста. Это акция для того, чтобы люди собирали мусор, чтобы были чистые берега у Печоры. За последние несколько лет акция «Чистые берега» стала уже доброй традицией. Вот и сейчас молодежь округа не осталась равнодушной к экологической проблеме, и вооружившись перчатками и мусорными пакетами, волонтеры вышли на приборку пляжей в районах Качгартинской курьи и Гидроозера. Ребята говорят, природа сама о себе не позаботится. Самое лучшее воспитание – это личный пример, считает Наталья Пономаренко, и поэтому вместе с ребятами также встала в ряды волонтеров. «Если посмотреть туда, у нас там очень с большим энтузиазмом ребята, знаете, под таким лозунгом археологические раскопки. У них каждая находка ассоциируется с каким-то таким открытием, поэтому им это очень нравится. И хотелось бы, чтобы мы, например, не только в дню округа такие акции делали. В прошлые выходные у нас ребята ходили в лес, девять классов тоже на уборку леса чистили, потом у них еще была такая культурная программа, играли. Но хотелось бы вернуться, как в прошлые года, когда еще я была молодая, в таком же возрасте, чтобы мы еще немножко занимались озеленением территории, прибрежной территории, укрепляли берега». В этот раз, по словам организаторов, ребят, изъявивших желание, оказалось очень много, что не может не радовать, ведь цели подобных акций гораздо глубже, чем могут показаться с первого взгляда. «На самом деле, самая главная цель, чтобы у нас выросло поколение, которое не будет мусорить на улице, вот в принципе и все, не будет окружающую природу загрязнять». После уборки весь собранный мусор будет централизованно вывезен на свалку работниками чистого города. Но организаторы обращаются к жителям города почаще проявлять инициативу и самостоятельно выходить на уборку территории родного города. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Несколько дней в Наринмаре работали специалисты-репродуктологи из Санкт-Петербурга. Результатом их работы станут счастливые супружеские пары, которые пройдут процедуру ЭКО бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования. Роспотребнадзор предупреждает о превышении эпидемического порога заболеваемости ОРВИ. За неделю на территории региона зарегистрировано 869 случаев ОРВИ, в том числе у детей 712 случаев. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость населения увеличилась в два раза. Наиболее интенсивный рост отмечен среди детей от 6 до 14 лет. Эпидемический порог среди детей превышен в 2,4 раза. Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Нинецкому округу Наталья Кирхар, такая тенденция ежегодно характерна для начала сентября, когда в образовательных организациях формируются новые коллективы, а также понижается температура воздуха на улице. В настоящее время в округе проходит период подготовки к эпидемическому сезону ОРВИ и гриппу 2016-2017 годов. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в НАУ противогриппозной вакцины привито порядка 2,5 тысяч человек, около 15% от плана. В целом, в период вакцинации планируется привить более 17 тысяч человек. Высокие темпы иммунизации отмечены в поселке Каратайка, селах Омма и Низь. Низкая активность иммунизации в поселке Искатели Красно-Метельвиске. Нинецкий округ считается одним из регионов с самой низкой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Однако, по официальной статистике, с 2004 года было выявлено более 70 человек с подобным диагнозом. Болезнь распространяется в геометрической прогрессии. На данный момент в мире уже более 50 миллионов человек инфицированы ВИЧ-инфекцией или больны СПИДом. Елена Семеновичева продолжит тему. Самый первый ВИЧ-инфицированный в Нинецком округе был выявлен 12 лет назад, в 2004 году. Тогда в нашем округе и открылся кабинет инфекционных заболеваний по профилактике и лечению ВИЧ-инфицированных. В настоящее время здесь состоит на учете 46 наринмарцев с подобным диагнозом. За все время эпидемии рождено 5 малышей. У троих диагноз ВИЧ-инфекции подтвердился. С 2015 года выявлено 15 больных, а за 9 месяцев текущего года уже 10 человек. Ужасает и то, что их возраст от 15 и старше 70 лет. Узнать, сколько таких граждан на самом деле нереально. Обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию проходят лишь беременные, пациенты наркологического и туберкулезного диспансера, медицинские работники. К тому же ВИЧ-инфекция имеет продолжительный инкубационный период. После заражения люди могут долгие годы чувствовать себя хорошо, потому что вирус, поражая иммунную систему, действует медленно. И 3-5 лет проходит обычно до первых симптомов. А симптомы этого заболевания выражаются в частых вирусных, бактериальных, грибковых инфекциях в зависимости от степени поражения иммунитета. И развивается клиническая картина. Государство полностью обеспечивает ВИЧ-инфицированных всем необходимым для лечения. Это хроническое заболевание. Поэтому своевременно начатое и грамотно выстроенное лечение позволяет продлить жизнь человеку с таким диагнозом на десятилетия, в том числе и детям. Препараты, которые используются для лечения ВИЧ-инфицированных, мы получаем по заявке и лечение совершенно бесплатное. Сложные схемы назначения препаратов это не одна, не один препарат, а как минимум три препарата. Препараты должны приниматься в одно и то же время по жестким схемам, без пропусков. Поэтому это довольно тяжелое время быть на лечении. Но оно пожизненное? Лечение пожизненное. Ну, единственное, что когда профилактика перинатального, так называемого, путепередачи от матери к ребенку, значит, там можно назначать с 14 неделей до родов. А потом ребеночку еще мы назначаем в течение месяца, чтобы предотвратить заболеваемость. Поэтому у нас были проведены все эти мероприятия, и у нас все дети-то пока, слава богу, не инфицированы. Главная проблема, с которой сталкиваются медики, несоблюдение самими больными и врачебных рекомендаций. Средняя продолжительность ВИЧ-инфицированного человека без лечения – 7-10 лет. Согласно нашей статистике, с 2004 года в нашем округе от ВИЧ-инфекции умерло 3 человека. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 26 супружеских парней Ницкого округа получили направление на ЭКО. Проезд до столичной клиники и обратно для обоих супругов осуществляется за счет окружного бюджета. Консультировали пациенток Норин Марьям, желающих получить процедуру ЭКО в рамках системы обязательного медицинского страхования специалисты из Санкт-Петербурга. Всего на прием к питерским репродуктологам записались около 50 женщин. Прием провел кандидат медицинских наук Дмитрий Герколов. Экстракорпоральное оплодотворение – одна из востребованных медицинских услуг, которую жители Неницкого округа могут получить за счет государства. В этом году выдано 26 направлений на получение этой высокотехнологичной услуги. В прошлом году в результате ЭКО в Неницком округе родились 8 малышей. Здесь провести консультации и помочь профессиональной консультации в плане преодоления бесплодия, подготовки к протоколу ЭКО и проведению к протоколу ЭКО. Сами по себе вспомогательные репродуктивные технологии включают вообще две процедуры – это искусственная инсеминация и протокол ЭКО. Поэтому здесь мы проводим и как предварительные консультации по вопросам возможности преодоления бесплодия без вспомогательных репродуктивных технологий, так и направление на ЭКО. По показаниям врача и при наличии результатов анализов направлением на ЭКО занимается Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ. Порядок предоставления очень простой. Как отмечает специалист департамента Мария Батьковская, ожидание приглашения от медицинской организации минимальное – одна-две недели. Здесь самое главное сдать необходимые для процедуры ЭКО-анализы. Показания для процедуры экстракорпорального оплодотворения у нас определяет лечащий врач. Проводит все обследования и собирает пакет документов на пациента и направляется к нам сюда в департамент. В комиссии департамента рассматривается пакет документов и если не требуется никаких дополнительных обследований, женщине предлагается выбрать медицинскую организацию, в которой бы она хотела пройти процедуру ЭКО. Далее мы направляем документы в медицинскую организацию, они их рассматривают и уже приглашают женщин для проведения ЭКО. Если так случилось, что после первой процедуры беременность не наступила, пациенты имеют право на повторное включение в лист ожидания при условии соблюдения очередности. По сравнению с другими регионами Российской Федерации в нашем округе вся процедура направления при активной позиции пациентов занимает примерно 30-40 дней. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова